Новым другом России может стать и Грузия. Владимир Путин не исключил возможности начала визового диалога с Тбилиси. После ухода команды Саакашвили риторика Путина по отношению к Грузии стала менее враждебна. Настроения изменились и в грузинской столице, хотя здесь подчеркивают нормализацию отношений возможно только при уважении северным соседам территориальной целостности страны. Марта Ардашели о том, как отреагировали в Тбилиси на заявления Путина. На вопрос грузинской телекомпании Владимир Путин отвечает подробно. В заявлении первого лица России сразу несколько посланий. Отношение президента к действующей грузинской власти изменилось. К народу, по собственному признанию, Путин всегда был добр, доброжелателен, даже во время военных действий 2008-го. Упомянул Путин и своего, пожалуй, главного политического врага на постсоветском пространстве, экс-президента строптивой республики Михаила Саакашвили. Не помню, говорил я когда-то публично или нет. В одном из городов дед подошел к нашим военам и говорит, что здесь ходите? Вы что здесь нашли-то? Что здесь ищите? Идите вон туда вот. В Тбилиси идите. Вот эту мишку забирайте. Что вы здесь ходите? На меня здесь смотрите. Понимаете? События пяти дней войны в Грузии помнят отчетливо. Результатом военных действий, начало которых Москва и Тбилиси не устают приписывать друг другу, стали Абхазия и Южная Осетия. Эти два грузинских региона на российской версии карты мира – две независимые республики. Между странами уже пять лет не существует дипломатических отношений, а визовый режим в одностороннем порядке действует на протяжении последних семи. Путин сегодня заговорил о возможной либерализации визовой политики, пока на уровне экспертного диалога. Понимая ситуацию так, как мы ее видим, развитие ситуации в Грузии, я думаю, что мы вполне могли бы пойти на возврат к безвизовому режиму. В Тбилиси любые подвижки в российско-грузинских отношениях оценивают позитивно, но не за счет территориальной целостности страны. Они должны принять конкретные решения психологического характера, например, признать ошибкой присуждение независимости грузинским регионам Абхазии и Цхинвальскому региону. То, что по соглашению о прекращении огня 2008 года Россия должна вывести на довоенные позиции оккупационные войска. В партии президента Саакашвили, едином национальном движении, которое внутри Грузии часто винят в ухудшении отношений с Россией, словам Путина не доверяют. Любая соседняя страна и, в первую очередь, такое ключевое государство, как Грузия, ее успех, ее реальный суверенитет и интеграция в свободное международное сообщество неприемлемы для России. И они сделают все для того, чтобы вернуть Грузию на позиции до революции Рос. Эксперты считают, визовый диалог Владимир Путин затеял в противовес либерализации, которую Евросоюз предлагает Грузии в рамках соглашения об ассоциации. Они почувствовали сильную конкуренцию. Европа снимает ограничения и совсем скоро граждане Грузии смогут без виз отправляться в страны Евросоюза. Россия видит это и желает быть первой в этом вопросе. В будущем году Грузия и ЕС должны подписать соглашение об ассоциации. Известна и дата церемонии – начало сентября. Вместе с Украиной Грузия начала свой революционный путь на Запад. Однако смена политических элит в этих странах и сильная рука Кремля дают возможность для спекуляций. Пелеси не отказывается от евроинтеграции, выступает за рациональные отношения с Москвой. И, судя по всему, эта позиция властей близка населению страны. Согласно последним соцопросам, за таможенный союз только 11% против 85% тех, кто за ЕС. Марта Ардашелия, Пелеси, специально для Арт-Виай.